Ваш визит в Россию, он со стороны организации оплачивается? Прибывание здесь, проживание? Ну, здесь в Иванове оплачивается, в Москве нет. Сказали, что больше в Ивановскую область не приедут. Четыре гражданина Германии были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. Иностранцы принимали участие в конференции «Консервативные течения в германской истории. Перспективы и границы политических возможностей». В качестве экспертов по приглашению московского представительства немецкого фонда имени Конрада Аденаура. Мероприятие проходило в одной из Ивановских гостиниц. Прибыли в нашу страну немцы по туристической визе, согласно которой заниматься профессиональной деятельностью запрещено. За нарушение закона каждому иностранцу пришлось заплатить штраф в размере 2000 рублей. Отметим, что немецкий фонд Конрада Аденаура получил в российской прессе неоднозначную оценку. Есть мнение, что научная деятельность – лишь прикрытие. Фонд якобы причастен к подготовке Киевского Майдана. Другим направлением его деятельности является работа по фальсификации мировой истории. Член организации, а также возглавляющий представительство фонда в России Клаудио Кроуфорд, также известна своими антироссийскими настроениями и высказываниями. К слову, у самой Кроуфорд, которая выступила организатором научной конференции в Иванове, все документы оказались в порядке. Необходимо отметить, что граждане Германии вину признали, совершив в инкриминированном деянии. То есть, естественно, умыслов у них особого не было. Оформляли они через так называемые туристические агентства этой визы в Германии. Это просто проще сделать. И хочу подчеркнуть, что для таких целей виза нужна именно научно-техническая связь.